Добрый день! Вы смотрите телеканал Самара ГИС на часах 13.05 и пришло время универсального формата. С вами Юлия Чернеева. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам 202-11-22. Ну и, конечно, напоминаю о том, что мы сегодня традиционно что-нибудь доразыграем. К примеру, сертификат на посещение студии английского языка Family English. Но тут вам пригодится не столько знание английского языка, сколько знание языка татарского. Сегодня у нас студия, учащиеся и преподаватели школы Ектылык. Школа уже с богатой историей, несмотря на то, что, может быть, она не так давно организована, образована. Но ребята уже зарекомендовали себя активно участвовать в жизни города, в КВН, в Олимпиадах, в спартакиадах, в каких-то конкурсах. И удачно сдают ЕГЭ. Ну, впрочем, что я сама за них все рассказываю. Давайте знакомиться в нашей студии. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы Ектылык, Румия, Акзямуна Исмогилова. Здравствуйте! И ребята сегодня у нас Лилия, Гузель и Камиль. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, давайте начнем с самого начала. Может быть, кто-то не слышал. Такое тоже бывает, но мне кажется, это уже редкость, кто не слышал про вашу школу. Расскажите, что за школа, где вас найти, где находитесь, что вообще из себя представляет учебное заведение? Наша школа находится, наша школа Ектылык, во-первых, находится, расположена в Советском районе, по улице Александра Матросова, 11А. Для желающих, кто хочет прийти и посмотреть, что это за школа, пожалуйста, Александра Матросова, 11А. Открыто открылась эта школа с 1997 года, существует в новом здании. И на данный момент мы уже 16 лет воспитываем наших детей, учим татарскому языку, литературе, то есть приобщаем к татарской культуре. Но у вас она называется не просто, а именно школа Ектылык с углубленным изучением отдельных предметов. Каких это предметов? Ну, начиная со 2 по 4 класс у нас преподается татарский язык в 3 часа в неделю, а с 5 по 11 класс уже преподается татарский язык отдельно 2 часа и 1 час татарской литературы. Кроме этого, еще у нас с 9 по 11 класс преподается по 1 часу это история татарского народа и история религии 1 час в неделю. Ну, а как вообще ученики могут любые к вам попасть? Вообще, в большей степени мы предпочтение отдаем детям татарам, но так как есть желающие среди чисто русских и других национальностей, поэтому мы таким детям тоже не отказываем, почему бы нет. Если дети желают и родители желают изучать татарский язык, кроме своего родного языка или кроме русского языка, то есть мы даем им такую возможность. Поэтому, ну, наверное, где-то процентов 80 детей нашей школы это чисто татары. Есть дети, которые родились в смешанных браках, где один из родителей русский, один из родителей татары, поэтому и таких детей очень много. Но к нам в школу приходят ведь дети те, которые, можно сказать, так же, как и русские, не знают своего родного языка, потому что выросли, родились и выросли в такой среде. Да, в такой среде, поэтому татарский язык для них такой же язык, как иностранный язык, поэтому... Со снов все учим. Ребята, ну к вам вопрос теперь. Камиль, расскажи о своих успехах в школе, в каком-то классе, как вообще тебе нравится, не нравится учиться? В школе яхт-рук, я учусь с первого класса, мне эта школа очень нравится, чтобы я пошел в эту школу, захотели мои родители. Они хотели, чтобы я знал традиции, обычаи и свой родной язык. Но ты один в ребенок в семье? Да, я один в ребенок в семье. То есть ты любимый сын, которого решили отправить. Ну, а ты сам не против? Нет, мне в этой школе очень нравится. Нравится. Какие предметы у тебя любимые? Мой любимый предмет – это физкультура. Физкультура. Ну, мальчики, конечно, традиционно. Гузель, ну а ты вот как давно учишься? Ну, я учусь со второго класса. Также меня отправили сюда родители. Ну, я очень рада, что я попала в эту школу, потому что сейчас очень трудно попасть, я так скажу, в эту школу. Ну, я уже проучилась до 10 лет, это последний. Впускной, ответственный класс. Да. Я очень люблю свой дружный коллектив. Учителей. Ну, все понемножку. Все понемножку. Ну, например, скажи, какие-то вот интересности у вас в школе есть? Вот ты, например, президент школы, нет? Ну, у нас, конечно, убирают там старосту. И каждый год староста меняется. Ну, один год уже не будет повторяться. Также у нас есть школьное самоуправление, где непременно все ученики старших классов участвуют. И из нашего класса тоже ученик участвует в этом, в самоуправлении. Ну, то есть активно живете? Конечно, да. Мы очень активно живем. Понятно. Ну, у нас тут еще Лилия осталась. Лилия, ты тоже с первого класса? Да, я учусь в школе Якт-Лекс первого класса. Мои родители, как только узнали о существовании татарской школы, они решили меня отдать в эту школу. Потому что они хотели меня приобщить именно к культуре, наверное, обычаям, традициям татарского народа. Также вот у меня подрастает сестренка, но она еще маленькая, и они очень желают отдать его в эту школу. Я, конечно же, только за, потому что в нашей школе очень хорошие учителя. Они нам во всем помогают. Помимо, наверное, школьного процесса у нас много дополнительных занятий, и это очень радует нас. Как много мы хороших слов-то услышали. Это на самом деле так, друзья, если вдруг у вас есть какие-то вопросы к ребятам или к преподавателю данной школы, может быть, вы хотите записать своего ребенка, или просто что-то интересует вас, давайте звоните, не стесняйтесь. Ну, ладно, давайте сейчас я вам для такой небольшой разминочки все-таки задам наш такой конкурсный вопрос. Вот мы говорим, школа Якт-Лык, Якт-Лык, повторяем это неоднократно. Может быть, кто-то знает, как переводится слово Якт-Лык. Позвоните нам, расскажите, а если правильно ответите, получите прессертификат на посещение школы английского языка в Family English. Вдруг захотите обучаться, вдруг вам все понравится, и будете знать хорошо английский. Это сейчас очень модно и нужно. Ну, давайте мы сейчас вернемся все-таки к ученикам. Знаю, что очень хорошо участвовать в Олимпиадах. Олимпиады, в том числе и по татарскому языку, неплохо, и об этом говорили ваши представители тоже татарской общественности у нас в эфире, сдали ЕГЭ в этом году, и есть чем похвалиться. Хвалитесь. С каждым годом вообще результаты ЕГЭ и ГИЯ очень радуют нас. Почему? Потому что с каждым годом все лучшие и лучшие баллы получают наши выпускники. В этом году мы, в общем, что отрадно, наш выпускник по русскому языку набрал максимальное количество баллов, это 100 баллов, 100-бальник, как мы называем. И одному выпускнику по истории не хватило всего-то 2 балла до 100 баллов, то есть он набрал 98 баллов. Ну, хорошо. Ну, и в большей степени по многим предметам, много выпускников было, которые набрали по 80 баллов, то, что радует нас, учителя и детей, естественно. Ну, а вообще какие предметы выбирают? Ну, вообще, по ЕГЭ обязательные два предмета. Это математика и русский, и кроме этого, детьми были выбраны такие предметы, как литература, английский язык, общество знания, история, физика, биология, химия. Ну, то есть все как в обычной школе, да? Да, как в обычных школах, да. Ну, пока ЕГЭ по татарскому еще, наверное, нет. Но ЕГЭ такого предмета по татарскому у нас нет. Нет, может быть, и к сожалению. Почему? Потому что все-таки дети у нас есть, те, которые с 1 по 11 класс изучают этот язык свой. Ну, есть вот у нас телефонный звонок, давайте выяснять. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Сергей. Сергей, очень приятно. Ну что, готовы ответить на вопрос? Ну да, попробую. Задайте еще раз. А, ну, давайте, может быть, вы знаете, как переводится с татарского слова «яктылык». Нет, не знаю. Ага, хорошо. С какой целью тогда вы позвонили? Наверное, задать вопрос. Да, все-таки как же переводится это слово? Как же переводится? То есть вы у нас спрашиваете? Угу. Ну ладно, я думаю, что этот вопрос останется висеть. Друзья, если знаете, звоните. Ну, тут судейские коллеги есть, изучающие язык татарский. Они уж рассудят наших телезрителей. Ну, а вообще, вот, знаю, что жизнь активна у вас. Есть и даже какие-то мероприятия, есть какие-то интересные, ну, акции. Вот знаю, что у вас ярмарки благотворительные проходят. Что это такое? Как они вообще организуются? Да, у нас уже вот восьмой год проходит в школе благотворительная ярмарка. По традиции ежегодно проводят его учащиеся восьмого класса. Но, несмотря на это, все родители, учителя и учащиеся также принимают активное участие. В 2010 году наш класс был ответственным за проведение этого мероприятия. Когда вы были восьмиклассниками. Да. Понятно. И благодаря этой ярмарке мы набрали 20 тысяч рублей, которые были отправлены в дом ребенка номер 2. А что там? Какие-то товары, я не знаю, ручной работы, плюшки. И ручная работа. Конечно, большинство присутствует выпечка, которую сами дети приносят. То есть родители, конечно, помогают. Они пекут, они стараются помочь. И старшие классы, конечно, девочки и даже мальчики, они, наверное, скорее всего, сами пекут, что-то делают. А дети, они делают разные подделки. Такие невероятные и очень красивые. Что очень радует. И они идут на ура в продажи. Ну, а такой вопрос. А на уроках труда не печете ничего? У нас нет такого? У нас такой возможности нет. Почему? Офиг хочется, наверное. Да, естественно. Такое национальное все-таки. Но вот по технологии сейчас, по новым федеральным государственным образовательным стандартам, наши вот пятиклассники, мы как бы договорились с Домом творчества. Ну, то есть на технологию они ходят туда, потому что там оборудованные кабинеты, где вот у них есть возможность и шитьем заняться, и кройкой, и так далее. То есть оборудованные кабинеты это уже совсем не так. У нас есть еще один звонок. Я уж не знаю, попытается кто-то отгадать нашу сегодняшнюю загадку. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? А меня зовут Марат. Марат, очень приятно. Марат. Ну, мне кажется, тут уже точно не возникнет никаких трудностей. Марат, знакома ли вам вообще школа Екатылык? Да, я слышал об этой школе. Отлично. Ну, давайте, отвечайте. Как же переводится данное слово с татарского? Екатылык переводится как свет. Вот. И вот применительно к этой школе можно сказать даже свет очи знаний. Свет знаний. Действительно так? Отдаем приз? Ну, давайте. У нас есть небольшая эмблема школы. Посмотрим, как это выглядит в жизни. И действительно, свет знаний, солнце и какие-то такие лучики, отходящие от него, это действительно вот правильный ответ. Молодец, Марат. Собирайте свой приз, сертификат на посещение студии английского языка. Ну, вот так вот знают, смотрят, любят вашу школу в том числе. А вот есть какая-то статистика? Вот сколько человек вообще в данный момент учится? В данный момент, естественно, есть статистика. К первому сентября у нас в нашей школе, мы как бы обучались, начали учебный год, 442 ученика было. Это вот 214 учеников с первого по четвертый класс, а остальные это с пятого по одиннадцатый класс. Ребят, ну а вы куда собираетесь поступать? Есть какие-то мысли уже? Камиль. Ну, я собираюсь поступать в Самарский государственный космический университет. Думаю, между факультетами информатики и машиностроения пока не могу определиться. Ты занимаешься активно физикой, математикой. Узель, у тебя есть какие-то мысли уже? Да, я тоже вот думаю. И, наверное, скорее всего, медицинский. Наш Самарский медицинский государственный университет. Соответственно, будешь давать химию, биологию. Ой, боже мой, с ума сойти. Это же так много всего нужно будет знать. Лиля, у тебя есть какие-то же мысли? Да, я тоже хотела бы поступить в Самарский государственный медицинский университет. Я выбрала предметы биологию и химию, потому что по всему миру, по праву медицинское образование считается престижным и благородным. И поэтому я решила выбрать это направление. Я знаю, что, как бы, мне кажется, не возникнут у вас никаких проблем, тем более преподаватель-то неплохий. Конечно же, не возникнут. Ну, также мы остаемся на дополнительные курсы по химии и биологии. Ну, то есть активно уже включаетесь, потому что финишная прямая, тут никуда уже не деться. А вот у нас есть фотографии с вашего субботника. Это кем организованы и как решили провести? Кто расскажет? Ну, субботник обычно у нас проводят. Это вот инициатива детей и родителей, естественно, директора. Ну, вот мы видим в кадре фотографии. Расскажите, кто здесь. Вот 30 октября в нашей школе прошел субботник по уборке территории нашей школы и соседнего двора. В данном мероприятии активное участие принимал наш директор Радик Равгатович, наши учителя, также учащиеся наши школы и их родители. Также присутствовали и очень нам помогли волонтеры духовного управления. То есть была такая большая компания. Да. Все это закончилось тем, что мы после субботника пили чай с большого самовара. Да, мы его увидим сейчас. Вот он, пожалуйста. Мы ели плов, который был приготовлен специально для наших учеников, учителей, участников, субботника. Данное мероприятие уже проводится третий раз за 2013 год. Мы очень гордимся этим. И это мероприятие прошло очень сплоченно. Было очень интересно. Вот плов, пожалуйста. А кто плов готовил, интересно? Ну, плов обычно готовят уж. Директор приглашает специалистов. То есть специалисты по плову. Да, по плову обязательно, потому что мы… Слушай, так интересно. Вот и директор. Ну, то есть как-то собрались потом весело, да, отметили. Да. Там подводятся итоги субботника, кто что сделал, кто лучше всех работал. Обязательные грамоты вручаются в конце. Ну, как бы и потом, естественно, сладкий стол, где присутствуют национальные наши блюда, кроме плова. Ну, и смотрю, даже маленькие ребятки тоже активно принимались. Естественно. То есть маленькие, они уже по собственному желанию. Их никто не заставляет. Просто вот захотели поучаствовать, приняли участие. Ну, расскажи нам, Камиль, про футбольную команду. Ну, у нас… Ты же спортсмен, ты же любишь сискульптуру. Ну, я сам занимаюсь футболом уже шести лет, довольно-таки давно. Играю сама из-за команды юнит. И в нашей школе тоже спортивная жизнь очень хорошо развита. У нас есть… У нас в 2012 году было построено футбольное поле. Это необычное футбольное поле. Необычное? Ну, оно, во-первых, нестандартных размеров. Оно, как бы, позволяет нам больше участников приглашать к себе. И, во-вторых, оно, как бы, на нем нестандартное покрытие. Это покрытие нового поколения. Это очень удобно, как бы, и игра на этом покрытии приносит нам очень большое удовольствие. Ну, и полежать можно. Да. Ну, еще в нашей школе, кроме футбола, конечно, развита борьба. В 2009 году у нас был построен борцовский зал. И с того времени у нас в школе очень много борцов, как бы. Сейчас в секцию борьбы у нас ходит около 80 учеников. Ух ты, а кто преподает же? А, у нас есть учитель у нас, он мастер спорта по борьбе, это Юсупов Руслан Наилевич. Вот он преподает эту секцию. Сейчас его ученики уже, как бы, даже есть выпускники нашей школы, уже кто не учится в нашей школе, есть ученики. Они принимают участие в международных областных соревнованиях. Ну, а как же тут аэрокосмически-то? Может, на физфак, в педагогические пойти, в физическую культуру развиваться, маму потом преподавать? Не было таких мыслей? Ну, это, может, как второе дополнительное высшее образование. Вот, они уже во втором дополнительном высшем образовании думают. Нам позвонили тем временем. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Дамира, у меня вопрос. Давайте. А скажите, пожалуйста, а в Самаре у нас только одна татарская школа или есть еще? Нет, в Самаре у нас существует единственная татарская школа, но планируется, так как желающих очень много, в эту школу поступить. Мы не можем уже вместить, вместительность уже маленькая. То есть, всего наша школа рассчитывана на 400 мест, а у нас уже 442 ребенка. Поэтому сейчас планируется открыть уже вторую школу, поэтому, может, мы надеемся, что в ближайшем будущем эта школа откроется. Ну, то есть, будет тоже Екатулык, но номер 2? Ну, нет, почему бы нет? Екатулык – это, само собой, наша школа. Почему вторая школа, мы уж не знаем, это уж как решат. Будут еще какие-то вопросы? Алло. А уже известно, где будет вторая школа? Вот пока только в планах, пока конкретно место. А вы хотите прийти учиться или привезти кого-нибудь? Да привезти. Ну, вот, ну, ждите. Если время позволяет, то можно и со второго, и с третьего, да, вы принимаете, если вдруг. Ну, будем ждать, надеяться, верить, что не будет перебора, будет еще одно добротное здание, где традиции школы будут продолжены. Спасибо за звонок. 202-11-22, наш телефон. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну, а что касаемо Олимпиад по татарскому языку, и для меня это было действительно открытием, что и такие Олимпиады проводятся. А ученики у вас тоже активно участвуют, да? Ну, естественно. Я знаю, что в Казани потом какие-то туры тоже проходят. Как и на любой Олимпиаде, у нас дети активное участие принимают и на Олимпиадах по татарскому языку. Вот буквально завтра у нас пройдет Олимпиада по татарскому языку и литературе. Вы участвуете кто-нибудь? А с пятого падения? Да, из нашего класса участвуют трое учеников. И как они там готовятся? Да, ну, у них уже есть подготовка, потому что они неоднократно уже участвовали на этих Олимпиадах. А там сложные вопросы какие-то? Вы не смотрели? Ну, вот я буду участником этой Олимпиады. Так, Лили, расскажи нам, что там, какие-то подковырки, наверное, есть? Ну, нас попросила подойти к себе учительница. Она, конечно же, помогла нам в том плане, что, ну, она объяснила, какие у нас там задания будут типовые. Конечно же, точных заданий мы не знаем, у нас их нет. Ну, решали мы такие же подобные, наверное, задания. Но она показывала нам... Тренировала. Ну, да, тренировала. Набивала руку, в конце концов. Ну, Олимпиада будет проходить по школьной программе. Ну, то есть ничего такого сверхъестественного. Да, просто нужно немного потрудиться. Ну, и, может быть, подумать о некоторых местах. И в декабре, да, у вас тоже будет какой-то улетев? Ну, в декабре уже на базе нашей школы уже будет проводиться Олимпиада для тех детей, которые не учатся в нашей школе, а учатся в разных русских школах. Ну, нет, но желают там татарский язык, как бы по татарскому языку на Олимпиадах участвовать. Для желающих проводиться будет в декабре на базе нашей школы Олимпиада по татарскому языку. Уже вопросы, как в прошлом году уже проходила такая Олимпиада. Участвовали, конечно, не так много детей, но все-таки были участники. После Олимпиады конкурс стихотворения был, так что поэтому мы всех агитируем, призываем к тому, чтобы они уже заранее учили стихи, готовились. И вот в декабре приглашаем всех желающих в нашу школу на Олимпиаду по татарскому языку и литературе. То есть тогда уже наши дети в нашей школе уже не учатся. Они уже все будут наблюдать. Потому что наши дети на фоне таких детей, они же все-таки уже больше знают татарский язык, так как изучают уже татарский язык. Хорошо. Ну все, благодарим эту нашу первую четверку участников, потому что в второй части нашей программы тоже появятся ученики и преподаватели школы рассказывают уже об активной такой вне классной жизни, о КВН, о каких-то интересностях, которые в школе проходят, в школе Иктылыка. А вы не переключайтесь, мы встретимся с вами через несколько минут. Мне вот очень нравятся набережные наши. Новые остальные? Новые, конечно. Потому что мы в этом, вот в старом городе живем. Спускаемся как-то вот, знаете, приходишь на набережные, это плеск воды и сразу успокаиваешься под этим плеском. Мне кажется, Волга только, вот река нас как бы. Прежде всего, содружество всех народов, символ, чтобы все жили дружно. Вот это было символом. Ну, набережные, естественно, Иверский монастырь, ну, не знаю, памятник Чапаева, драмтеатр. Вот, очень красивое место, драмтеатр. Наверное, старую Самару, за счет ее архитектуры, модерновой такой. Я бы себя назвал символом Самары, потому что в ближайшее время мы ведем сейчас переговоры с губернатором о создании первой, единственной визитной карточки Самары, бал величия Самары. А символ Самары я не знаю, это красивая женщина. Нашу набережную символом Самары назвал бы. Не знаю, это самое популярное наше место, одна из крупнейших. Вот, и все люди восхищаются приезжие. Нашей красотой, особенно после того, как сделали вот эту вот очередь, ну, я просто, я под впечатлением до сих пор. Пускай Волга будет. Набережная, очень нравится набережная, очень красиво. Сейчас ее особенно обустроили. Там очень приятно гулять стало, красиво. Благородство – это в первую очередь уважение. Уважение к людям, уважение к окружающему миру. Уважать мир, уважать природу, уважать тот город, в котором ты живешь. Я считаю, в наше время это и есть благородный поступок. Наверное, хорошо относиться к людям. Благородство – это когда человек безвозмездно, бескорыстно, абсолютно делает что-то, что нужно не ему лично для блага, а другому. Для здоровья, для благополучия и так далее. Вот это я бы назвала благородством. Это может быть и выполнение служебного долга, когда врач оперирует что-то очень сложное и спасает жизнь. Помогать, стараться бабушкам, дедушкам, желательно, то есть не отказываться от каких-либох помощи. Ну и больше добра желать. Благородство – это значит честь, совесть есть, честь есть и желание быть таковым, совестливым и честным. Побольше находились таких людей, которые помогали семьям, где растут больные и больные дети. Благородные поступки именно на данный момент – это то, что касается детей и, соответственно, пожилых людей. То есть поступки, которые непосредственно направлены на них. То есть на детские дома, на пенсионные, не фонды, а дома престарелых. Ну что, продолжаем общение с учащимися школой Гиктылык. Давайте знакомиться. Рядом со мной сидит Альфия, она учащаяся в школе девятый класс. Альфия, добрый день. Давайте дальше знакомиться Альбина, Марьяма и Рахимяя Алдусовна-Хайрова, заместитель директора по воспитательной работе школы Гиктылык. Здравствуйте. Ну что, мы говорили тут немножко все-таки про учебную часть, теперь про внеклассную. Понятно, что в каждой школе есть такая активная преподавательница, которая вокруг себя кого-то собирает, сплачивает. А кружки, да, какие-то секции, я не знаю. Да, в данный момент в нашей школе работает активно 13 кружков, при том, что они все бесплатные, доступны всем. И они разных направлений, например, эстетической направленности, физкультурной, спортивной, можем сказать. И также у нас фольклорно-эктографический кружок есть. И вот в этих направленностях, например, фольклорно-эктографический, например, там у нас этот кружок, как бы, Раушан, посвящен работе музея. Вот про музей, конечно, я бы хотела девочкам дать слово. Давайте. Которые работают в этой сфере, как бы открывали, вместе работали с преподавателем. Что представляет собой ваш этнографический музей? В нашей школе есть музей, он называется МИРАС, что сперва означает наследие. Экспонаты уже начали собирать с 1997 года. Практически с самого дня основания. Да, с дня основания. Каждое лето учащихся в нашей школе ездят на этнографические экспедиции. Мы ездили в Йоховский район, Камышлинский район. Собирали, да? Да, собирали экспонаты. Всего собраны экспонаты из семи регионов России. Это Пермский край, Пермский край, Оренбургская область, Пензенская область, Ульяновская область и Республика Татарстан и Башкортостан. Ну, охотно расстаются с вещами, с такими, как вы говорите? Ну, это же для блага, чтобы дети знали жизнь своих предков, которые жили раньше, как они жили. А сами что-нибудь приносили? Ну, да, из деревни приносили бабушкины вещи, которые сохранились, да, у них. Наш музей состоит из двух залов. Это коллекционный зал, где шесть экспонатов, такие как язык вышивки, головные уборы, обувь, одежда, немного об исламе и уголок дружбы, в который входят куклы, одетые в одежду разных национальностей. Им куклы нам дарят выпускники, родители и любители, кто коллекционирует такие куклы. Также сюжетный зал, который состоит из трех экспонатов. Это татарская печь, орудие труда. Мы подготовились. Да, они работают. И спальное место. Ну, то есть все это так вот долго. У нас, да, у нас как бы в музее очень уютно. Мы с удовольствием там работаем. Как у бабушки дома, можно сказать. Да, как у бабушки дома, даже запах такой же. Пирожками. Приглашаем вас к нам в музей. Будем рады вас видеть. Я уже такая думаю, что бы можно там снять интересного как-нибудь к следующей передаче. А кроме, допустим, музейных дел, я знаю, что у вас какие-то конкурсы национальных костюмов происходят, проходят. Вы там где-то участвуете, да? Мы участвовали в этнографическом конкурсе. Давайте посмотрим очень красивые фотографии. Вы пока рассказываете. Да, костюмы. И все эти фотографии раздавались детям высших учебных заведений. А здесь у нас танцоры, конечно, да. Это танцы. Да, это у нас театр танца «Юлдос», который выиграл. Тоже костюмные. Да, это они ездили в Польшу, в город Белосток, и выиграли гран-при. Вот наши эти танцы. Это старшая группа. То есть тоже такие вот костюмы. Да, да. Вот. И вот все желающие выбирают самые лучшие фотографии. И в этом году вот два победителя у нас в национальном костюме. А откуда эти костюмы? Такие сами шьем? Да, сами шьем на заказ на каждое выступление. Ну и родители активно участие, конечно, в этом принимают. У нас родители молодцы. В другом. Да, стараются, чтобы их дети... Это же все-таки культура нашего народа, да. И даже в костюмах это отражается. Это красота, изящество. Вот у нас, конечно, победители. Вот вы видите, Салават. Ух ты. Да, это у нас учитель музыки. То есть у вас там и национальные какие-то тоже... Да, вокал у нас, хор, сайдаш. И где исполняются даже забытые песни бабушек, дедушек, да. И, ну, это зрителями, конечно, воспринимается очень хорошо. Потому что это... На наши концерты, конечно, приходит очень много родителей. Там наша вокальная группа участвовала в разных конкурсах. Мы чаще участвуем в конкурсах, где участвуют татарские дети, так как мы разучиваем татарские песни. Народные, вот Архимия Людстана сказала, которые пели наши прабабушки. Ну и также эстрадные. Нас с удовольствием ждут в разных селах на свои праздники. Мы вот выступали на открытии мечети. Все нам очень рады. Каждый раз ждут нас. Понятно. Ну, я хотела спросить вот у Альфии. Ты путешествовала в Муромский городок в этом году? Да, этим летом в середине июля у нас была археологическая экспедиция в Муромский городок. Ну, из нашей школы туда поехало около восьми человек, и они были из разных классов, то есть разных возрастов. Ну, мы туда приехали на автобусе и сразу разбили себе лагерь в такой местности. Сами? Да, сами. То есть подготовили, подготовка какая-то у вас была? У нас с собой были палатки, еда, вот. Мы все поставили, там не было никакой цивилизации. Это страшно или наоборот хорошо? Ну, сначала мы немножко боялись, а потом так привыкли, и вообще стало очень интересно. И в первый же день, вечер, мы поехали на самые свои первые археологические раскопки. Вот как. Вот. Ну, мы выбрали себе участок земли и начали находить. Копать? Да, копать. Что нашли? Вот. Вообще, я думала, что это будет очень сложно что-то там находить, но когда мы начали действительно что-то искать, вот каждый день, например, от двух человек, ну, они свой участок копают, ну, килограммов пять точно получалось, то очень много керамики разные было, от разных сосудов осколки, в общем, очень интересно. Ну, а чтобы уже такие вот прям железные, например, осколки, там всяких мечей, но это уже посложнее, конечно, было найти. Ну, а ты что вот нашла, чем гордишься? Ну, я помню то, что я нашла осколок ножа. Ну, я его принесла вот нашей руководительце Ане Федоровне, и она прям похвалила. Вот, молодец. Хорошо копала. Да. А вы, девочки, тоже активно участвовали? К сожалению, не получилось. Ну, зато, наверное, какие-то еще у вас есть направления, дети, они знают, что у вас есть команда КВН. Да, у нас команда КВН во внеурочное время занимается, и опять-таки у нас вот Альфия активна. Альфия, ну, давай рассказывай, что за команда КВН, как вообще успехи? Наша команда КВН, она называется Алга. Мы играем в Самарской городской юниор-лиге КВН уже второй год. Вот, ну, состав нашей команды, он уже неоднократно менялся. Да, у нас есть фотографии, давайте посмотрим. У нас есть такая подготовленная папочка специально с названием школа. Да, давайте, ребята, подготовились, фотографии. Посмотрите, вот, подождай, Альфия, да, сейчас немножко добавим. Это хор. Хор Сайдаш, да, это у нас есть. Ученики начальной школы. Что там еще у нас есть? Вот как раз. Вот танцевальный, да. Театр танца «Елдас». Уже в момент, так сказать, выступления. Да, выступления. Эмоции, конечно, девочки. Вот, пожалуйста. Давай, Альфия. Вот. У нас в команде восемь человек. Ну, вот, в данный момент они из моего девятого класса и еще из десятого класса. А в том году было только из нашего класса. Но так как сейчас у нас ГИА, родители не всем разрешили играть, и поэтому некоторые ушли. Поэтому новеньких пришлось взять. Вот. Ну, у нас у команды есть два куратора. Это Артем и Камиль. Они нам очень помогают. Вот, большое им спасибо. Вот. Вот выступление, пожалуйста. Да. Это вы когда? Это вот мы недавно выступали на одной восьмой юниор-лиге. Прошли? Да, мы прошли в одну четвертую. Ну, я задумывалась. Да. Прошли, это же хорошо. Ну, мы очень обрадовались. Я просто помню наши эмоции. Вот. У нас в команде, как бы у всех есть своя роль. Вот, например, я играю в миниатюрах, объявляю начало и выход. А вот это что за девочка? Эта. Да. Посмотрите, друзья. Ты занимаешься гимнастикой? Ну, я летом занималась йогой. И у нас была миниатюра. Неудачный случай на йоге. Ну, видимо, удачный случай завершился так. У нас у одной девочки, которая у нас играет в команде, у Айды Талабаевой. Сегодня день рождения. Она у нас в конферансе, которая объявляет миниатюры. И мы бы всей командой ее хотели поздравить с днем рождения и пожелать ей всего наилучшего. Есть она здесь на фотографии? Да. Вот она. Рядом со мной стоит девочка. Девочка с длинными волосами. Да. Понятно. То есть вот так. Обращайся. Вот камера напротив тебя. Тебя сейчас видит. Давай. Айда, с днем рождения. Мы тебя всей командой очень любим, всегда поддерживаем. И мы желаем тебе счастья, успехов и удачи во всей твоей жизни. И чтобы ты всегда с нами играла. Ну, а что касается болельщиков. У вас есть активные, приходят ребята, ходят поболеть-то отпускают родители? Да, даже целым классом приходят. Нам вот, когда мы ходим на редакторские просмотры, нам дают билеты, чтобы мы в школу принесли. Вот, мы отдаем билеты, ну, всем желающим, и из нашей школы приходит много учащихся, и учителя, и директоры тоже иногда приходят. Они там рисуют плакаты, всякие кричалки делают. Ну, то есть они нас поддерживают хорошо. А кто в шутки пишет у вас? Шутки? Ну, вот мы всей командой, когда уже игра близко, вот у нас... Садитесь, штургуйте. Да, вот у нас сейчас 1 четвертая будет в 20-х числах января. И вот мы садимся после уроков, и вот до 10 вечера можем сидеть и пишем эти шутки. Ну, конечно, вот... Как тут учиться, да? Благодаря нашим кураторам, конечно, это намного легче все происходит. Они как-то руководят вами, да? Да. Говорят, что правильно, что неправильно. Ну, и получается, как успешные... Даже выходные даже приходят. Вы ходите на игры? Да, я с удовольствием хожу на их игры, не пропуская ни одну игру. Я очень горжусь, что у нас наконец-то появилась команда, которая защищает нас от нашей школы. Они большие молодцы, хожу за них поболеть с плакатами, с кричалками. С дуделками, да? Да. Ну, а вот такой вопрос. У вас, я так понимаю, тоже есть форма, да, какая-то черная, низ, белый верх. А не было ли какой-то мысли, вот, что-то вышивать на рубашках, какое-то национальное что-то, предпочтение? Нет, мы предпочитаем как бы строгий такой вид, деловой, как бы сказать. И родителям даже это очень нравится и приветствуется. Даже среди педагогов у нас вот дресс-код как бы. То есть, чтобы все было, как полагается, как подобает. Ну, а у нас остается совсем немножко времени. Вдруг кто-то, друзья, захочет позвонить, задать вопрос. 202-11-22. Ну, и, наверное, стоит напомнить, где вы находитесь для тех, кто, может быть, хочет... Да, Советский район, улица Александра Матросова, 11А. Приглашаем всех желающих в нашу школу. Ну, есть ли какие-то моменты, о которых мы, может быть, забыли сказать или не сказали? А вы готовились? Ну, у нас в школе каждый понедельник проходит линейка. Там мы обсуждаем планы на неделю. Среди всех классов или среди старших? Ну, сначала с 5 по 7 после первого урока, у старших классов с 8 по 11 после второго, и у начальных после четвертого урока. Мы там обсуждаем планы на неделю, успехи учащихся, которые были на Олимпиадах. И также очень большое внимание обращаем на внешний вид. Ругаем за то, что пришли без второй обуви, наверное. Дисциплина это как-то поддерживает. Самое главное, что дисциплина. Ну, и есть особо, например, отличившиеся, провинившиеся, они как-то порицаются, ругают. Ну, они, как сказать, мотают себя на ось, и в следующий раз уже приходят в форме, меняются к отшему. Ну, как бы у нас очень мало стало, да. Очень мало, ну, до 1-2 человека, наверное, так вот. Которые опаздывают. Ну, у нас опаздывают в основном те, которые, они с разных районов, вот поэтому это связано с транспортом, прежде всего. Ну, не страшно это, наверное, так, девочки. Но вы сами-то гордитесь тем, что вы учитесь в школе? Да, я очень благодарна родителям, что они меня отдали в эту школу, так как в этой школе более углубленно изучается наша национальность, наша культура, наш язык. Я горжусь тем, что учусь в этой школе. Мариан, ты как? Ну, я тоже горжусь, потому что благодаря этой школе мы узнаем, как жили раньше наши предки, наших предков, историю, ну, татарскую историю и много для себя. Ну, хорошо. Ну, а Альфия гордится тем, что она в команде. Да. Это самое главное. Спасибо, что пришли, спасибо, что много чего интересного рассказали. Ну, а вам, друзья, я желаю хорошего дня и старайтесь не болеть в такую неприятную осеннюю погоду. Улыбайтесь, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»